Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! DoggyCoin почти 70 центов! Прежде чем мы перейдем к теме этого видео, я хочу, чтобы ты обратил внимание на этот безумный график. Вот это график-то график. Но представь, что сегодня он обвалится на 99%. Сможешь ли ты пережить это, если купишь прямо вот здесь на вершине? До каких отметок он может вырасти? До доллара? Полутора долларов? Стоит ли эти потенциальные прибыли такого большого риска? На данный момент мне кажется, что DoggyCoin это очень рискованный актив. Именно поэтому я до сих пор его не покупаю. И покупать не собираюсь. Даже несмотря на то, что сегодня хочу тебе рассказать. А хочу тебе рассказать кое-что, что снесет тебе башню. Долгое время я не признавал DoggyCoin чем-то серьезным, но сегодня задумался. Если DoggyCoin это шуточная криптовалюта, то почему Илон Маск так активно его продвигает? DoggyCoin сегодня достиг почти 70 центов в ожидании 8 мая. Именно тогда произойдет DoggyShow в исполнении Илона Маска. Известный технокороль Теслы и император Марса любит оставлять какие-то намеки и секретные сообщения у себя в Твиттере. Такое поведение он практикует часто. Вспомним только статус метафорки и вилку в дороге, что в свое время породило целую волну обсуждений, что же это может значить. Но что если я скажу тебе, что Илон Маск буквально несколько дней назад оставил подсказку у себя в Твиттере настолько большую, что она может изменить все. И все же почти никто этого даже не заметил. Сначала она покажется тебе странной, но совпадений так много, что это уже не может быть просто случайностью. 28 апреля 2021 года Илон Маск опубликовал этот твит, в котором мы находим только лишь ссылку на альбом Спотифая. Казалось бы, ничего такого, но Мэтт Воллес, известный DoggyCoin блогер, снимающий видео про DoggyCoin, ответил на этот твит следующее. Иногда глаза видят далеко не все. Что же он имел в виду? Давай перейдем по ссылке, которую Илон Маск оставил у себя в Твиттере, а откроется альбом на Спотифай. Мы увидим здесь список песен, которые соединены в один плейлист. Песни, расставленные в таком порядке, далеко не случайно. Например, здесь мы видим надпись Doggy No.1, Doggy No.1, а под этим мы видим BTC, Bitcoin. Это большой намек на то, что Илон Маск думает о будущем Doggy и Биткоина. Очевидно, Маск считает, что флиппенинг DoggyCoin и Биткоина вполне возможен, хотя лично мне, как биткоин-максималисту, подобное представляется с трудом. Если что, флиппенинг означает, когда одна криптовалюта обходит другую по капитализации. Но и это еще не все. Остальные песни здесь тоже не случайно. Они намекают нам на такое событие, которое сделает незначительным даже то, о чем мы говорили только что. Если мы возьмем аббревиатуру и от оставшихся названий, то получим странное букво-сочетание из пяти букв. LMRST. Это что вообще такое, подумаешь ты, и действительно пока что звучит вообще непонятно. Но для того, чтобы стало яснее, мы просто вбиваем это в гугл и находим следующую статью. Из которой узнаем, что LMRST это название типа спутников. Это радионаучный ретрансляционный спутник. Это означает, что такой спутник потенциально может обрабатывать транзакции в криптовалютных сетях. Этот спутник действительно может подтверждать транзакции, в том числе и DoggyCoin. И если целая сеть из таких спутников будет работать в определенной криптосети, то такая криптовалюта вполне может стать самой большой криптовалютой в мире. Илон Маск уже говорил о том, что DoggyCoin может стать будущим криптовалюты. Поэтому не стоит исключать того, что за тем, что видят наши глаза, скрыто что-то гораздо большее. И возможно, Илон Маск сам приложит руку к тому, чтобы это произошло. Кстати, интересно, что об этом намеке от Илона Маска была целая статья, которая не открывается ни в одном браузере. Даже в Торе пробовал. Это очень-очень подозрительно. Будет интересно наблюдать за тем, как DoggyCoin действительно станет будущим криптовалютой и самой большой криптовалютой в мире. Особенно после того, как в нем сомневались практически все. Даже соучредитель эфириума, который назвал DoggyCoin пузырем, который лопнет из-за маска. Также DoggyCoin очень не любит Билл Марр, известный телеведущий. И, наконец, даже я, богатейший Ди. Хотя я и не достоин быть в списке с такими именами, как Чарльз Хоскинсон. Но я все-таки тоже не понимал DoggyCoin и даже не хотел понимать, думая, что это действительно какая-то шутка. Аббревиатура LMRST не просто хаотично размещена в этом плейлисте. Все эти песни стоят в конкретном порядке. Точно так же и то, что Doggy номер один, а BTC уже под ним. Кроме этого, никак нельзя игнорировать и то, что оба этих намека находятся в одном списке. Очень странно, что Илон Маск опубликовал это, и мне кажется, не просто так. Особенно учитывая то, что Илон Маск публично предложил сделать DoggyCoin валютой интернета. И сам планирует принять участие в улучшении сети DoggyCoin и того, как она работает. Самый большой пример этого вот этот его твит. Доджо для Догги. Опять что-то непонятное, но достаточно немного покопаться, чтобы найти эту статью. Доджо это суперкомпьютер Тесла, используемый в том числе для обучения нейросетей. Чем не способ улучшить работу сети DoggyCoin? Я не хейтер DoggyCoin, но и не его максималист. Я всегда был биткоинером с самого начала своего знакомства с криптовалютой. Хотя и познакомился я не совсем уж позитивно, когда впервые купил биткоин на его историческом хае около 7 лет назад. С тех пор до 2017 года я о биткоине даже не вспоминал. Однако все, что я сегодня тебе показал о DoggyCoin, уж очень подозрительно сходится. Слишком много неочевидных совпадений, которые уже даже мне кажутся не совсем совпадениями. Я не могу согласиться с тем, что DoggyCoin обгонит биткоин по рыночной капитализации. Для меня это вообще что-то фантастическое. И то, что DoggyCoin в будущем может превратиться в самую большую криптовалюту на планете, мне тоже кажется чем-то нереалистичным. Но я могу сказать одно. У Илона Маска действительно есть большие амбиции насчет будущего собакокоина. А значит мы и впредь будем видеть периодические пампы этой монеты. На этом все. Если было интересно, не забудь поставить лайк. Честно скажу, мне самому было интересно покопаться во всем этом. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. Увидимся сегодня в новом видео. До скорого. Блин, 88,5 миллиардов долларов у шуточной криптовалюты. И 65 миллиардов у той, которая действительно что-то изменит в этом мире. Что, блин, происходит? Продолжение следует. Продолжение следует.